Ёжик в тумане Мультик, это, конечно, очень хорошо, что ты стал японский учить, но вот лучше бы ты это делал не во время передачи Подумаешь, а некоторые, например, малявинцы вообще никакого слова по-японски не знают Почему это? Я вот, например, знаю, как бы тебя называли в Японии В Японии? И как же? Анима-сан Ой, анима-сан? А почему это? Потому что именно так на японский язык переводится слово мультфильм Кстати, термином анима обозначают вообще всю японскую анимацию И даже особый стиль рисования, который стал популярен в последнее время Вот это да, вот не зря я, не зря я японский учу Конечно, ну раз мы с тобой заговорили сегодня про японскую анимацию Так и давай посвятим этой теме нашу сегодняшнюю передачу Ура! Итак, ребята, давайте представим себя настоящими японцами Вот кто-то, я смотрю, вы уже представил Итак, представим себя настоящими японцами И возьмем самые яркие фломастеры и карандаши, которые есть у вас дома Потому что цвета в аниме всегда очень яркие и сочные Кстати, мультфильм, как ты думаешь, что самое главное в аниме? Ну, наверное, доброта, красота, не знаю А чего угадать? Давай посмотрим У них волосы какие-то, ну как у меня И глаза круглые Вообще-то я думал, что у японцев совсем другие глаза Кстати, это правильно В японской анимации глаза буквально зеркало души По глазам можно определить характер персонажа, даже его возраст Например, у хорошего персонажа положительного глаза могут быть прям вот на полу лица А если в мультфильме встречается персонаж с маленькими глазками? Значит, такой персонаж наверняка какой-нибудь хитрец Или злодей И, кстати, ребята, чем старше персонаж аниме, тем меньше у него глаза Итак, начинаем рисовать нашего аниме-героя Только пусть это будет девочка Девочка красивее Хорошо Так Это Тебе А это мне Для того, чтобы нарисовать персонажа анимационного фильма Нам нужно сначала изобразить вот такой вот кружок Рисуем его И делим на три равные части Так Теперь Внизу Мы Подрисовываем Вот такой вот Подбородок Ребята, обратите внимание На настоящем рисунке Все эти вспомогательные линии видны не будут Мы их потом сотрем Но сейчас Мы рисуем как бы образец Вот здесь, на пересечении этих линий Мы Отмечаем точку Роста волос А здесь Под нашей последней третьей линией Мы начинаем рисовать глаза Девочка у нас положительный персонаж Положительный Значит, глаза у нее будут большие И, кстати Обратите внимание, ребят Глаза у нее будут больше в высоту, чем в ширину Так Глаза нарисовали Теперь Осталось нарисовать носик и ротик Волосы Волосы у нашего персонажа будут пышные И большие Потом мы их покрасим в какой-нибудь яркий разноцветный цвет И будет настоящий японский персонаж Так Шея Но тула еще пока мы рисовать не будем Теперь Очень важный момент Это глаза В глазах У японских персонажей Бывает очень-очень много бликов До пяти штук Поэтому Сначала нужно наметить Места, где будут наши блики А потом уже Закрашивать радужку Так Один блик В зрачке Возьмем другой фломастер Нарисуем радужку И еще В этой радужке Тоже парочку бликов Так Подождите Сейчас И второй глаз Вот глаза В принципе готовы И правда Они такие сияющие А как рисуют волосы? Волосы Ваня Мак Как правило Рисуют Такими вот Длинными Рваными прядями Ну Как филировка какая-нибудь А ты не знаешь Почему волосы Всегда таких причинливых цветов? У самих японцев Волосы черные Вот они экспериментируют На своих персонажах Шучу На самом деле Так делают для того Чтобы персонажей Было легче различать Это хорошо А то у них лица Очень похожи И не только лица Но и движения Дело в том Что Анимационные сериалы В Японии Идут очень часто Один-два раза в неделю Вот художники И вынуждены Экономить На количестве компоновок Хм То есть Ты хочешь сказать Что они мало двигаются? Просто их движение Очень схематичное Часто отсутствует Промежуточная фазовка Видишь У этого движения Всего две фазы А еще Используют прием Зацикливания кадров Чтобы создать видимость Непрерывного движения А для того Чтобы показать мимику Анимируют Только один рот На неподвижном лице Ну или только глаза Но такой упрощенный Стиль движения Компенсируется Выразительными компоновками И детально проработанными фонами Ммм Да Действительно Все очень просто Сейчас мы посмотрим Как это просто Мы создадим Свое собственное аниме Ну я уверен Ты с этим И сам прекрасно справишься А мы пока с ребятами Посмотрим нашу Постоянную рубрику История анимации Япония Япония Одна из самых загадочных В мире стран С одной стороны Она до сих пор Сохранила древнейшие традиции А с другой Это сверхиндустриальное И высокотехнологичное государство Но самая прекрасная Загадка Японии Это аниме Здесь выпускается Больше всего Анимационных сериалов В мире А комиксы Учат рисовать Уже в школе Японское аниме Выросло из комиксов Или манго Это слово Придумал знаменитый художник Хакусай Почти 200 лет назад Оно означает Веселые картинки Человек Который создает мангу Называется Мангака Главная причина Популярности комиксов Заключается в сложном Иероглифическом письме Японские дети Овладевают им И начинают читать книги Только к 12 годам А до этого Они читают Мангу Массовая популярность Пришла к аниме В 1970-х годах Большая заслуга Здесь принадлежит Известному мастеру аниме Тэцзуку Асаму Он первым отказался От копирования мультфильмов Уолта Диснея И предложил создать Телевизионные аниме-сериалы Рассчитанные на японского зрителя Имя другого известного аниматора Хаяо Миядзаки В юности он проходил практику На Мосфильме Ни в одной стране Не придается такого значения Озвучанию мультфильмов Как в Японии Для этого здесь созданы Школы специальных актеров Озвучивающих аниме Сэйю В Японии Они знамениты Больше чем актеры кино С каждым днем Популярность аниме Во всем мире растет И это неудивительно Ведь для того Чтобы полюбить аниме Достаточно Хотя бы раз Его посмотреть Ну Ой Мультик Ты что это? Я стал мангакой Это конечно хорошо Но я вот не знаю Как там у вас У японцев Но у нас У русских Общее дело Прежде всего Хайваго сенсей Да Мой учитель Кстати Пока ты Там Наслаждался Японией Я здесь Целый мультик нарисовал Посмотрим что получилось Соши маху сенсей С радостью учитель Итак ребята Вы наверное не поверите Но для всего этого Телефонного монолога Мне понадобилось нарисовать Всего Четыре картинки Причем Обратите внимание Эти картинки Примерно одинаковые У них отличаются Только глаза Рука с телефонным Шнуром И рот Какой ковар Какая прелесть Слушай Анима-сан Пожалуйста Прекрати так разговаривать Ну вот Совсем другое дело А я между прочим Придумал задание Для наших телезрителей Какое? Ребята Нарисуйте своих Любимых персонажей Так как бы их Нарисовали художники Аниме Или манго Ну например Потрясающе Слушай Мультик Ты стал заправским Мангакой А то А мы ребята Переходим к нашей Традиционной рубрике Викторина на знание Мультфильмов Вопрос номер один О чем мечтал мальчик Из мультфильма Нехачуха А Играть и смотреть мультики Б Кушать и спать В Стать великим Нехачухой Г Делать уроки Вопрос номер два Крот хотел жениться На дюймовочке Потому что она А Красивая Б Добрая В Хорошо готовит Г Мало ест Вопрос номер три Из-за чего поссорились Кот Матроскин и Шарик Перед Новым Годом? А Из-за политики Б Из-за валенок В Из-за елки Г Из-за коровы Вопрос номер четыре Как лягушка-путешественница Хотела добраться до юга? А Автостопом Б На листе кувшинки В На утках Г В рыбацкой лодке А правильные ответы на вопросы прошлой викторины Размещены на нашем сайте Ну что, ребята Пришло время прощаться С вами был Мультик Сам И Малявин Фан Свои ответы А также рисунки Присылайте по адресу 109-147 Москва Улица Марксийская 34 Корпус 7 Телеканал Радость моя С пометкой Мультистрана Или на сайт радостьмоя.ру До свидания Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова